Уважаемые жители Мордовии, сейчас вся страна и наша республика работает в режиме повышенной готовности и максимального сплочения. Вчера президент России Владимир Владимирович Путин принял ряд мер, которые должны остановить распространение коронавирусной инфекции в нашей стране. Я убедительно просу каждого из вас с предельным вниманием отнестись к их выполнению, к рекомендациям врачей и органов власти. Как сказал президент, давайте не будем полагаться на ось. Нужно проявить ответственность, уберечь себя и своих близких. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы решения президента как можно быстрее и эффективнее заработали в нашей республике. Это касается продления всех социальных пособий и льгот на ближайшие полгода, дополнительных мер социальной защиты, сохранения рабочих мест и доходов граждан, материальной поддержки семей с детьми, выплат тем, кто оказался на больничном или потерял работу, ипотечных каникул, отстрочек платежей по кредитам и взносам для граждан предприятиям, малого и среднего бизнеса. Мною даны все необходимые поручения правительству, и я буду лично контролировать каждый шаг их выполнения. Сейчас мне поступает много обращений и вопросов от людей. Насколько республика готова к борьбе с коронавирусом? Хочу вас успокоить. Ситуация у нас под контролем. Подключены все ресурсы медицины. В больницах есть необходимое оборудование. Неснижаемый запас лекарств и средств дезинфекции. Подготовлены специалисты, и сейчас все граждане, находящиеся в зоне риска, проходят обследование на коронавирусную инфекцию. На данный момент подтвержденных случаев, к счастью, нет. Под наблюдением в больнице остаются 16 человек. Один сегодня уже выписан, он здоров. Я хочу особо поблагодарить наших медицинских работников, которые сейчас работают с повышенной нагрузкой, рискуют собой. Мы обязательно окажем им всю необходимую дополнительную поддержку. В первую очередь материальную. Главное сейчас предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Ситуация стремительно меняется. И то, какое она будет завтра, зависит от нашей с вами дисциплины. Соблюдение ограничений и правил. Прежде всего, нужно отказаться от любых иногородних поездок. Сейчас в республику возвращаются люди, которые, несмотря на рекомендации, отдыхали в странах с коронавирусом. И уезжали они туда в разгар эпидемии. По приезду их всех обязательно поместят под наблюдение. Я прошу с пониманием отнестись к таким мерам. Но по-другому сейчас нельзя. От этого зависит безопасность всех жителей Мордовии. Следующая неделя объявлена президентом России нерабочей. И самое безопасное сейчас остаться дома. При первых симптомах болезни срочно вызывайте врача. Подчеркну, что службы неотложной и экстренной помощи, медицинские учреждения и аптеки, продуктовые магазины, транспорт, аварийные и коммунальные службы, банки, организации энергетики, водо- и газоснабжения, органы власти продолжат свою работу. Все структуры жизнеобеспечения наценены на помощь людям. Сегодня я подписал указ, согласно которому на территории Мордовии временно приостанавливается проведение досуговых, развлекательных, культурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий. С очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в торгово-развлекательных центрах и других местах массового посещения. Также временно приостанавливается посещение гражданами зданий, строений, сооружений, предназначенных для проведения указанных мероприятий, в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских развлекательных центров и игровых комнат, других развлекательных и досуговых заведений. Мы будем жестко контролировать исполнение этих решений. Если вы станете свидетелями нарушений указанных ограничений, прошу вас сообщать об этом по телефону 8 834 224 2801. Повторяю, 8 834 224 2801. Он начнет работать с завтрашнего дня. В дальнейшем многое будет зависеть от работодателей, директоров предприятий, руководителей бизнеса. У каждого из вас есть авторитет и влияние на десятки, сотни, тысячи ваших работников. Я прошу вас ограничить выезд своих сотрудников за пределы республики и убедить их следовать рекомендациям врачей. Нужно пересмотреть рабочий процесс внутри всех организаций и везде, где возможно перевести людей на удаленную работу. Гибкие графики. Особенно это относится к сотрудникам с детьми. Также прошу обеспечить всех работников средствами гигиены и дезинфекции. Измерять температуру, регулярно обрабатывать помещения. Все это элементарные меры профилактики. С особым вниманием нужно отнестись к пожилым людям. К своим родителям, бабушкам и дедушкам. Людей старшего поколения. Это особая группа риска. И сейчас им лучше всего остаться дома. Не нужно ходить в аптеку или магазин без крайней необходимости. Тем более, вы уже убедились, что у нас нет дефицита продовольствия. Пусть лучше продукты или лекарства привезут родственники, соседи, наши социальные службы, волонтеры. Они постараются помочь всем, в том числе одиноким пенсионерам, инвалидам, ветеранам. Я прошу вас не поддаваться панике и не доверять фейкам. Тем, кто бессовестно наживается на страхах людей. Вся достоверная информация есть в официальных информационных ресурсах органов власти республики. Подчеркну, что любые, даже самые строгие меры, будут работать только, если каждый из вас проявит сознательность и дисциплину, уважение к окружающим, если каждый начнет с себя. Не подвергайте риску свою жизнь и здоровье своих близких, друзей, коллег по работе. Несмотря на то, что вирус вынуждает нас держать дистанцию, мы должны оставаться вместе и заботиться друг о друге. Будьте здоровы и берегите себя.